Время 2 часа 20 минут. Тур начинается очень плохо. Нанервничался я, напсиховался, аж голова заболела. История такова. Я вчера днем приехал со Швейцарии, поставил триллер на 46-ю рампу. Его начали готовить мне на следующий тур на Францию. Не поеду я в Нормандии. В Нормандии у меня там 4 разгрузки. Надо было быть там примерно сегодня в 6 часов. Ну, между 6 и 10 часами. То есть у меня была первая разгрузка. Вот. Сделал я короткую паузу. Встал я в 12 часов ночи. Приехал на Нагаль половина первого. Бумаги у меня же были, все готово было. И не могу найти мой триллер. Думаю, ладно, окей. Оттащили его. Поставили где-то в сторону. Хорошо. Сделал Кругаля. Нету его. Окей. У меня уже начинается мандраж. Пошел в бюро. Я говорю, может быть такое, что вы перегрузили в другой трейлер. Бывает такое. Бывает. А какие-нибудь технические неполадки в трейлере там бывают, перегружают. Нет. В общем, туда-сюда выяснилось, что один очень такой грамотный и очень умный взял мой трейлер. И уехал, утащил его в Кельн. Это соседний город со Штрасбургом. Это граничащий немецкий город со Штрасбургом, со французским. Взял свой трейлер, который должен был обратно взять. И поехал обратно. Пока все это выяснилось, прошел час. В общем, туда-сюда я зацепил этот трейлер, который он оставил. И еду сейчас в Кельн отвозить. Оттуда буду забирать свой. А у меня все. У меня весь тур сломался. То есть я уже сегодня не смогу ничего доставить. Как можно зацепить другой трейлер? Там всего лишь 4 цифры. 4 цифры. Посмотрел бумажку. Посмотрел на трейлер. Номер. Ага. Просто. Зацепил, поехал. Это ж насколько надо быть интеллигентным человеком, чтобы... Я не могу прям. Вот мой трейлер. Но... Я других слов нету. Я не могу зацепить сейчас. Не согну. Нормально все было. Сейчас они стоят неровно. Они согнутые, вот эти вот пальчики. Я не могу штекер засунуть. Я тут уже повыпрямлял немножко. Гореть ему вода. Что он делал, что эти все были кривые, согнутые? Не могу зацепиться. Я уже... Только после того, как я немножко поспал, сейчас вот на паузе, маленько успокоился. Но все равно сейчас не могу ни о чем другом думать, как. Об этой ситуации, об этом человеке. Никак им не в голове не укладывается, как можно было взять трейлер и не посмотрев на номер. Но никак не укладывается. Взять трейлер без номера. Не посмотреть, на какой рампе. И не посмотреть, какой груз загруженный там. Сразу же видно. Отъезжаешь. Ворота, когда закрывают, ты же видишь, палеты стоят. Посмотри, что там стоит на наклейках. Прямо вот у тебя перед лицом, перед носом наклейки. Куда этот товар идет? Нет. Все это проигнорировав, просто взять рандомный ауфлигер. Просто подъехать, зацепить какой-то трейлер. Несмотря на номер. И поехать. Я не знаю, сойдет ли с рук этого человеку. Конечно, плохо, что я сегодня не успеваю разгрузить вообще ничего. Это, конечно, минус. Единственный плюс в этом. Плюс в том, что мне сегодня тогда уже не придется торопиться. То есть мне сейчас уже не надо нервничать и думать, что успею, не успею. То есть я уже точно знаю, что я сейчас проеду, сколько у меня будет время. Встану на отдых и все. А завтра утром уже будет другой день. Завтра утром другие проблемы. Вот. Все, я работу закончил. Встал тут на парковочке с этими вон-вагонами. Дома на колесах. Я там проезжал, там мест не было на основном. Да и это. Со своим рейфом я хочу там никому мешать. Он включается периодически. Сейчас температура поднялась. По-моему, сейчас уже 17 или 18 градусов. Сейчас холодильник чаще включается. Я уже полежал и отдохнул. Немножко час назад, наверное, встал. Заехал и вон оттуда, задом сюда. Ну ничего. Я, насколько знаю, насколько у меня опыт позволяет, зная, что работники заправки обычно оттуда не выгоняют. Колизонью выгоняют. Чего они там ищут? Сейчас вдвоем заперлись. Тогда поближе подойдем. Тогда поближе подойдем. Я выбираю даже не бояться. Эй, крысы. Эй, крыски. Чего вы делаете там? Чего вы там ищете? Эй. Чего они там делают? Прикалываются. Чего они там ищут? Непонятно. Доброе утро, дамы и господа. Бонжур. Вот так вот выглядит парковка для мобильных автомобилей. Для мобильных домов. Мобильных автомобилей, да, конечно. Я думаю, я тут один такой хитрый. Встал тут. Ихпига подобного. Ближе к вечерам парковка уже полная была. Вон, сзади еще вон машинки стоят. Видно, да? Здесь тоже стояли, уже уехали. Сегодня у нас 28 мая. Время половина шестого. Все, сегодня у меня день доставок. Посмотрим, как сегодня получится. Надеюсь, все хорошо. Время достаточно. Пятница сегодня. Все, поехали, погнали. Город Роуэйн. Это как он правильно произносится? Роуэйн. Немножко гористый, даже туннель вон я проехал. Это бывал уже. Не знаю, снимал их нет. Покиньте автомагистраль. Угу. Угу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Нравятся мне вот такие вот небольшие фирмочки Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А вот такие вот большие фирмы, вот как вот напротив, видели, там стоянка огромная, машин очень много, вот там часами приходится ждать, соответственно, понятное дело. Там тоже, там тоже, в принципе, неплохо, там просто, там надо больше времени, если у тебя время есть, то не проблема, можно постоять, подождать, там паузу делать, кофе попить, покушать. Развернитесь на кольцевой развязки, первый съезд, затем поверните направо. А если торопитесь, то, конечно, приехал, быстренько разгрузил, уехал, что-то такое. Быстренько все сделал, а потом уже распоряжайся своим временем, как ты будешь. А теперь мы едем, ребята, в Гавр. Через 200 метров поверните направо, затем держитесь правее. А если точнее, то вы сам да увидите. Это возле Гавра. Поверните направо, затем держитесь правее. Нам ехать 40 минут примерно, так что у нас не помеха справа, да. Держитесь правее, затем поезжайте на АГО магистраль. Видолагом тоже надо покушать, правильно? Все, пошел я. Еврончики, он какой-то достал, он какой-то такой, не знаю, как бумажный. Старый очень, мне показалось, что он это как будто фальшивый. Вот сейчас пойдем проверим. Машинюлька грязная. Что, господа воробьи? Смотри, все утащили, да? Ты посмотри, все съели. Красавцы. Терпеть не могу вот эти вот штуки. Ужасно выглядят на машине. Но, закон и закон. Уже ближе подъезжаем к Гавру. Через 800 метров держитесь левее. Хорошо. Лучше вообще ничего не говорить. Просто молча смотреть, да? Гавр. Замечательный мост. Сейчас я никак не запомню, как он называется. Это призрался. Отважаем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Становится тепло... Уже плюс 18 градусов... Продолжение следует... 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 у нас машина поверните направо жестко отбивает капец знаю знаю все шоке в принципе недалеко осталась первый раз я когда сюда ехал я думал точно что я где-то заблудился не туда заехал нет все правильно я еще когда оттуда выезжал прошлый раз полные колеса протектор в резине протектора было полно еще камней я выковыривал останавливаться кто следит такие вот места блин обожаю если только никто навстречу не будет ехать хорошо смотри фермочка какая-то вон там уютненько селена все солнце сегодня может вышло только бы никто навстречу не ехал сейчас деревья нависают над дорогой кажется что еще уже были через 200 метров поверните направо затем вы прибыли вместо назначения нам сюда надо сейчас поверните направо затем вы прибыли вместо назначения пропустим от циклиста и даже но и а и и и Вы прибыли в место назначения. Какой замечательный тот регионал. Сейчас опять ко мне нахватаюсь к коровке. Давай буксует машина. Сюда нам надо подъехать. КОНЕЦ 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 вот эти бочки я привез они тяжелёчие и капец пойду калитку закрою навигатор задачи все погнали ой-ой-ой что там выливается что-то бочка не плотная все прямочки вставали так ехать нам еще два часа тринадцать минут нормально а прошлый раз я вот тут вокруг здания то я проехал и Капец. Через 80 метров поверните налево. Блин, хорошо, что я его не встретил. Поверните налево. Семитонника. Или этого большого, который приехал на реношки. Вон знаки, видите, ребят? Можете посмотреть, где это находится. Недалеко от города Роу-Ан-Эн. Не могу я выговорить в французском, так что извиняйте. Ой-ой-ой. Надо быстро сматываться отсюда. Пока грузовика не встретил. А, камни щелкают. Болеет. Камни щелкают по асфальту. Камни не нравятся. Слушай, жарко стало. Плюс 20 градусов. О-о-о-о-о-о. О-о-о-о-о-о-о. Ой-ой-ой-ой. Даже не протормозила. Французо одним словом. Я прыжмусь к деревьям, пропускают меня, смотри, красавчики, молодцы, бабушка, бабушка молодец, поперли прям, смотри, поперли, что доехал, никого не было. Бусик еще, эй, бусик, мои зеркала оставь, зеркала мои оставь, засранец. Ой, блин, я забыл криллер распустить, поставить на фар, сейчас он туда заедет, там площадка. Сюда заедем сейчас. Криллер опущен и полностью. Криллер опущен и трейлер по дому. Странно, на удивление, ко мне не вижу в протекторе колеса, странно. Не на прицепе, не на машине, что-то вообще нет, у камешка нет, странно. Ну, ладно. Хорошо, значит. Все, едем на последнюю разгрузку. Я стал еще легче, сейчас скажу на сколько, стал легче еще на 7, на 8 тонн, еще на 8 тонн легче стал. Так, ну что, у нас очередная и последняя разгрузка на сегодня. И на эту неделю тоже. Все, я заехал в деревушку Мортре. Тут я уже был, тут мы уже с вами тоже бывали. Хорошо, мне эта деревушка тоже нравится. Через 200 метров поверните налево. Чуть повыше поднять, да, вот так? Поверните налево. Здесь надо будет сейчас немножко через центр проехать. Это деревушки. Фига не носится тут. Что у нас тут? Ага. Так, где-то вот здесь вот направо надо сейчас направо. И где-то, а именно вот здесь. Так, где у них тут еще один телефон? Вот тут у нас с правой стороны были эти фирмы, что ли, лошади или коровы. А, коровы, по-моему, да, вот они. Вот они, коровки. Масутся. Маленькие телядки. Такая вот красивая деревушка тоже. Аккуратненькая. С пальмами во дворе. Ну и как обычно, традиционно, у них нет во дворе асфальта. Или трава, или шебет. Через 200 метров поверните налево. Затем поверните налево. Поверните налево. Затем поверните налево. Затем вы прибыли в место назначения. Катя сказала, что меня будут ждать. Вы прибыли в место назначения. Затем только в двух. Продолжение следует... 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 Видео ни о чем Так что всем всего хорошего Всем пока Проблема с парковками Капец Стою перед Парижем Тут жопа Каждая стоянка полно битком Тут уже спереди Сзади встает уже Парень вон с левой стороны Встал А его другой стал объезжать И вот там Бордюр высокий Колесо разорвал Как шикнуло Колесо на принципе Разорвало Не знаю что Тот сейчас пытается выехать Тоже уехать Шеф подъехал А вон смотрите какая Интересная машинка Вот вам небольшой спойлер На очередное видео А как вам А как вам Нормально так Падет да Лепота А то Так что Ждите Кто угадал Тот молодец Пишите в комментариях Свои догадки Что происходит Субтитры сделал DimaTorzok